А на поморе горы романтика, на первый взгляд. Спасатели, работающие в таких условиях, знают, романтики здесь мало. А вот опасность на каждом шагу, если забыть о правилах поведения на воде в горно-лесистой местности. Часто отдыхающие после купаний на пляже решают сократить путь домой и подняться в горы. Вот уж и правда, умный в гору не пойдет. Тропинки подводят. Замначальник аварийно-спасательного отряда службы Кубань спас Игорь Саенко рассказал и показал, как это бывает. Турист ползет до первого отрицательного угла сильно выступающего камня и зависает на несколько часов, до прихода спасателей. Ищут с моря так вся отвесная поверхность, как на ладони, ни сверху с горы, ни на берегу, такого обзора нет. Наземная группа – 5-6 человек на море, в катере – еще два спасателя. Когда мы его находим, мы на него сверху, либо снизу, выводим наземную группу, которая идет с альтонаряжением. Это очень сокращает сроки поиска и дает нам возможность с наименьшими потерями вот этому пострадавшему найти и заставить безопасное место. Случаи бывают разные. Кого тянет покорять с вершины после высоких градусов? Кто-то геройствует, проспорив. Кто-то тренирует сноровку спасателей. Такое хамское отношение в плане того, что вы меня сняли, это же ваша работа. Вы должны это сделать. Просто обидно заключается в том, что пока мы здесь ищем вот таких вот негодяев, по всякой обороте, где-то есть люди, которые реально нуждаются в нашей помощи, ждут нашей помощи. И тут же подтверждение. Спасаем Вову Соколовского. Мальчику 11 лет, занимается парусным спортом. На море тренируется, готовится к первенству России. Парусник упал, поднять самостоятельно не получилось. Мальчика забрал тренер, когда увидел катер спасателей. Пара секунд и юный спортсмен опять на доске. Тренировки нужны и важны. Безопасность на первом месте. Отправляясь в горно-лесной массив на прогулки, пожалуйста, не переоценивайте свои силы, не употребляйте спиртные напитки и, уходя куда-то на прогулку, пожалуйста, ставьте в известность о примерном хотя бы своем маршруте, куда вы идете, чтобы в случае необходимости спасатели всегда могли прийти вам на помощь. С начала года анапским аварийно-спасательным отрядом уже было четыре работы в горно-лесном массиве. Люди падали, люди терялись. Ну, в общем, находим, оказываем помощь. Телефон единой службы спасения 112. Спасатели напоминают, если попали в беду или видите опасность для другого человека, не пытайтесь помочь самостоятельно. Звоните профессиональным спасателям. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа. Регион.